Две недели остается до начала Республиканской призывной кампании. Несмотря на пандемию, провести ее планируется в полном объеме. Около двух тысяч юношей в этом году будет призвано в коме. В Сыктывкаре призыв уже идет с 1 октября, и в этом году он особенный. Будущие защитники Родины должны быть, в свою очередь, защищены от коронавируса и добраться до своих частей в добром здравии. Евгений Столкас передает из Сыктывкарского военкомата. Если не вдаваться в детали, традиционная война – дело нехитрое. Вот ты, вот враг. Либо ты его, либо он тебя. Противоэпидемические меры профилактики коронавируса во время призывной кампании этого года беспрецедентны. Задача перед военкоматами стояла вполне военная – установить в прямом смысле слова линии обороны против заразы. Столица, где призывная кампания стартовала 1 октября, первой приняла бой с вирусом. Главы администрации нам выделили в полном объеме для призывников. Сизы – это маски, перчатки, бахилы и средства обработки рук. Также нас обеспечил военный комиссариат тоже в количестве, в большом количестве. Сизами помогли и волонтеры. В целом призывники проходят несколько ступеней защиты. Повестки у всех на разное время, на входе и затем каждый час. Парням измеряют температуру. При повышении отправляют домой или вызывают скорую. Все помещения дезинфицируют по графику, по другим вопросам здания пускают только в определенное время, чтобы избежать столпотворений. Причем будущие защитники в большинстве своем проявляют дисциплину. Компания проходит спокойно и организованно. Изношется только соблюдение противоэпидемического режима, социальной дистанции. Практически не было у нас в этом году, за прошедшие недели, нарушений противоэпидемического мирования. Каких-то таких вот неадекватного поведения со стороны призывников. Отправляться служить молодые парни в этом году тоже будут по-особенному. Их обеспечат средствами защиты до сборного пункта в Йемве. А поедут они небольшими группами на заранее дезинфицированных автобусах. Меры профилактики против вируса нужны не только для призывников и сотрудников военкомата. Ведь ребята, призвавшись, отправятся в учебные, а затем и действующие военные части. А там вспышки ковида никому не нужны. Даже торжественную отправку призывников в этом году отменили. И это понятно. Ведь борьбу против невидимого противника нужно вести тихо и сплоченно. Евгений Стокос, Олег Костромин, телеканал Юрган, Суперкар.